Ребят, всем привет! Меня зовут Катя Строганова, и добро пожаловать на мой YouTube-канал, где мы с вами в течение этого учебного года будем учиться химии и готовиться к ЕГЭ по химии. Сегодня я хочу с вами обсудить ЕГЭ 2022 года, потому что он вызвал очень много эмоций, очень много споров было по поводу того, однозначные задания или неоднозначные. Да, в общем, проблема была в том, что многие увидели в заданиях ЕГЭ неоднозначные вопросы, которые как будто бы имели несколько вариантов ответа, и я хочу немножечко пояснить, а как вообще в принципе устроено ЕГЭ и действительно ли это так. Напомню, что ЕГЭ это очень специфический экзамен, который требует от вас не только знания химии в целом, но еще и знания каких-то особенностей. И вот в этом году как раз-таки многие ребята с этими особенностями встретились, и, к сожалению, встретились они впервые только на экзамене. Такие вопросы из разряда, а что такое реакция нейтрализации, а является ли реакция нейтрализации, реакция barioh2hdssu2, это не что-то, что должно вас ставить в тупик, потому что это все на самом деле супероднозначно, если вы думаете как составители, если вы знаете все эти особенности и тонкости экзамена, к которым нужно готовиться, чтобы в итоге сдать ЕГЭ на максимальные баллы. И самая главная проблема, да, возможно, были какие-то неоднозначные формулировки, они были не только на ЕГЭ в этом году, они были на ЕГЭ прошлых лет, но почему-то заметили все так массово только в этом. И как с этим бороться, что нужно делать? Ребят, нужно просто знать про эти особенности, нужно просто быть готовыми к ним, и самое главное, не искать каких-то суперсложных вещей и супер каких-то подвохов в заданиях ЕГЭ. Задания ЕГЭ, они очень на самом деле поверхностные, особенно если вы знаете химию, особенно если вы знаете про эти все особенности и специфику. Поэтому, пожалуйста, не копайте какие-то дебри, не придумывайте какие-то двойные смыслы в заданиях, потому что это никогда не спрашивается составителями. Небольшая история. Когда я сдавала ЕГЭ по химии, на тот момент я уже три года занималась олимпиадами, и химию знала, ну, прям очень так достойно, хорошо, даже знала чуть больше школьной программы. Но ЕГЭ по химии я хотела сдать исключительно на 100. Какая была моя самая большая проблема в подготовке к ЕГЭ? Что я в каждом задании искала какие-то сложности и думала, а вот там в университетской химии это вот так вот, а вот здесь почему-то по-другому. Как быть? На самом деле ответ простой. Я решала как можно больше заданий формата ЕГЭ. Не более сложных, не более легких, а именно формата ЕГЭ, чтобы запоминать в том числе про все эти особенности и все эти как будто бы неточности. И ни в коем случае я никогда не искала сложности, потому что, опять же, экзамен, он не глубокий. И там никогда не спрашиваются какие-то очень сложные вещи по типу университетской химии. Поэтому в этом учебном году я желаю нам всем все-таки быть готовыми морально ко всем этим вбросам от составителям, морально быть готовыми к этим особенностям, не искать каких-то подвохов, думать очень супер просто и однозначно. Всегда ищите самые однозначные ответы, обычно это и есть правильные ответы. Если вдруг вы еще не знаете, вот где искать эти особенности, где искать эти подвохи, то в том числе мы это делаем на моем годовом курсе химфак ЕГЭ. И я в домашке специально вставляю задания из ЕГЭ 22 года, специально неоднозначные, чтобы вы уже в рамках подготовки к ЕГЭ знакомились с этими особенностями и ни в коем случае на настоящем экзамене не искали каких-то сложных вещей. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, встречались ли вам какие-то неоднозначные вопросы. От себя скажу, что все те вопросы, которые я видела, соответственно, на ютубе, видела в других местах, для меня они были очень однозначные, потому что я старалась никогда не искать сложности, даже при условии, что я понимаю, что в каком-то моменте может быть это не очень корректный вопрос. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok